И снова здравствуйте, всем привет! Давайте посмотрим, что у меня получилось именно с Кобой и с Цезарем. Значит, сначала я вам покажу файлы, которые были. Это где-то года два с половиной назад я делал. Так, Цезарь раскраска. Так, конь был скачен, потому что на тот момент я лошадей еще делать, лепить не мог. Я только начинал. Так, вот такой получился, значит, Цезарь. Вот такой. Тело я взял именно с Кобой. Ссылка в описании, как я все это дело делал. Так, ствол скачанный, ну, ремень я делал сам. Он тут не очень, конечно. Ну, короче, вот такой был статуэтка, первый вариант. Ну, конечно, смотрится. Согласитесь, что и взгляд, и вроде бы лицо похож. Так, теперь посмотрим, каким был Коба. Это по прошлому ролику. Коба выглядел именно вот так. Здесь очень много играет роль вот эти вот материалы. Если менять материал, то Коба, возможно, будет не похож сам на себя. Но при этом вот материале, я его делал именно под этот материал. Ну, Коба вроде бы как смотрится. Вроде тоже прикольно. Так, ну, а теперь давайте посмотрим, как это все дело стало выглядеть именно под Риг. Так, конечно, изменения, возможно, будут не очень. Итак, сначала смотрим Кобу. Коба вышел вот таким. Это значит, сетка понижена. Вот здесь он не раскрашен. Вот так он выглядит уже раскрашенным. Если поменять опять же материал. Ну, так вот вроде бы выглядит он хорошо. И вот тут вроде как волос. С раскраской сразу скажу, что у меня кое-какие проблемы. Именно вот шерсть. Ну, эта шерсть вроде бы как приближенно получилась. Так, что еще? Давайте посмотрим, как он выглядит на низкополигональный вариант. Так, это значит он... Опа, здесь я удалил. Ну, вот у него 6000 полигонов. Вот такой в них не вид. Сделано у него Normal Map. Полностью развертка. Сетка. У него значок. Сейчас покажу. Если отключить текстуры. То получается вот такая у него сетка. Выглядит он вроде бы тоже прикольно. Если у вас будет желание, значит ссылка на модели будет в описании. И можно все это дело, используя вот эти файлы. Как-то тут получше, возможно, кто-то сделает. Так, ну, пока вот такой получился. Так, давайте теперь посмотрим, как выглядит, значит, Цезарь. И потом в блендер посмотрим. И можно все это дело собирать именно свою планету обезьян. У кого есть желание попробовать анимацию с этими персонажами сделать именно драка. Или там на лошадь посадить Цезаря. Сделать какую-то анимацию. Так, здесь вот я вернул. Вот эти все, значит, дивайды. Вот 54 тысячи полигонов. Так, у нас, значит, 217. Ну, а так он низкополигональный выглядит. Так, давайте опять же посмотрим сетку. Так, UV Map. Вот так вот выглядит персонаж. Сетка у него чуть-чуть поплотнее. Это 13 тысяч полигонов. Я хотел, чтобы он более покачественнее был. И 13 тысяч полигонов. Вроде бы для анимации это нормально. Можно эту сетку еще понизить. В прошлых роликах я показывал, как. И показывал, где создать мульфин. Канал. Как все это дело. Вот это все делается. Так, посмотрим теперь. Высокополигонального. Относительно, конечно. Так. 770 тысяч полигонов. Значит, вот такой вот получился персонаж. Так, вот такая у него шерсть. Ну, вроде бы в анимации должен будет смотреться. Так, при понижении сетки, при понижении сетки, вот 13 тысяч полигонов у, значит, Цезаря веки еще присутствует. А у, значит, скобы, там чуть-чуть будет, наверное, проблема. Ну, вот с помощью вот этого файла, который я тоже оставлю для скачивания, папки будет в общей. Можно это все дело подкорректировать, если кто-то уже настроится на вот эту всю штуку. Итак, получились, значит, вот такие гаврики. Значит, вот эти двое, это не задавшийся коба. Вот эти двое. Ну, в принципе, на кобу вот этот похож. Сейчас я вам покажу в текстурах. Вот этот, в принципе, его можно использовать как кобу. Когда ставятся кости, думаю, сдалека все это дело будет нормально похоже. Так, куда ты убегаешь. Ну, вот этих вот персонажей можно использовать именно, каким образом? Ну, как банда, да? Эти вроде главные герои, а эта банда. Им можно также сделать в блендер какое-то оружие, добавить лошадей. Ну, неплохая сценка получится. Так, вот я еще не привязал, значит, текстуры челюсти и глаз. Сейчас закину в папку. Ну, так вот выглядит, значит, цедэр. Ну, в принципе, неплохо. Так, и вот так вот выглядит коба. Что еще можно сделать? Это здесь уже в блендер или в зебраж можно им вот эту боевую раскраску нарисовать. Ну, если опять же кто-то загорится этим делом. Также можно добавить еще горилл, потом рамгутангов и собрать уже полностью неплохую банду. Ну, вот этого можно удалить. Это слабое звено. Ну, вот начало вроде бы как есть для проб анимаций. Вот такая штука. Так, напомню, файл будет в описании. Можно будет скачать 14 дней. Если кому-то понадобится вот этот файл, то потом вы напишите, я ссылку обновлю. Потому что ссылок на модели я много накидал. И постоянно их обновлять у меня просто нет возможности. Так, ну что по гитаре. Уже аккорды я, значит, изучил. Еще их добиваю. Потом, что еще. Вчера друг подсказал, как настроить гитару. Она была расстроенная. Ну, поначалу мне это не надо было. Мне нужны струны. И сама вот эта вот штука была. Как настраивается гитара? Оказалось все просто. Итак, заходим, значит, в Яндекс. Находим настройка гитары онлайн. По-моему, вот этот через микрофон я открывал. Сейчас он попробует, попросит, значит... А, нет, я раз включал уже. Микрофон должен быть к нему подключен. И выбираете какую-то струну. Сбоку, вот где струны в начале гитары, есть колки. И вот вы их подкручиваете. Нажимаем включить меня. Выбираем нужную струну. И видите, он показывает, что отклонилась. Значит, находим эту струну. И подкручиваем ее. Сначала влево, вправо. Она покажет, что все должно находиться вот именно посередине, на зеленой. Вот это ушел я не в ту сторону. Слишком далеко. Еще подкручиваем. Ну вот она уже, в принципе, попала. Так, чуть-чуть еще. Ну, таким вот образом настраивается, значит, настройка вот этих струн. Прикольная штука, кстати. Ну, словом, вот такие пока результаты. Все, всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok